...во всех болельщиков и вообще всех тех ребят, которые занимаются. Очень неприятно видеть такое зрелище, но оно, к сожалению, периодически бывает. И самое-то главное, что действительно в этой связи Айрон Спонг выпадает где-то на год, потому что эта травма очень серьезная, долго будет залечиваться, восстанавливаться. Ну, еще ко всему, естественно, психологический аспект. Где-то на подкорке будет все время свербить мысль о том, что эта кость слабая. В первом полуфинале Айрон Спонг показал хороший поединок, дал понять, что готов, готов сразиться за пояс, победить в этом поединке. И очень жаль, конечно, что вот в такую защиту Гоха Насаки попадает Айрон Спонг ногой и ломает себе голень. И, к сожалению, такое бывает. Не будем расстраиваться, пожелаем Айрон Спонгу выздоровления и повтор. Ну, таких повторов хотелось бы поменьше, конечно, потому что, ну, ой-ой-ой, да. Даже звук мы слышали перелом ноги. Ну, сейчас еще, может быть, Тарин Спонг на... Хорошо, что не открытый перелом у Андерсна Сильвы был открытый перелом. Здесь все-таки мы видим и надеемся, что он не открыт. Да, и... Ну, и поздравление чемпион организации Глории весовой категории до 95 килограмм Гоха Насаки. Я уверен, что Гоха Насаки не хотел такой победы. Ну, конечно, конечно. Так же очень переживает и... Они же действительно коллеги, они делают одно дело, поэтому тут как можно желать человеку, чтобы он остался без работы. Ни в коем случае. И действительно процесс восстановления у Тарина Спонга будет проходить очень долго и... Объясняет Тарин Спонг, вероятно, родственникам. Нелегко будет возвращаться после такого поражения. И Андерсену Сильве, который, кстати, сейчас занимается в школе полиции. Пока есть такая возможность. Да, да, да. Как и все его родные, родственники. И его братья. Мы видим, как все переживают, поздравляют Гоха Насаки и переживают, что вот Тарин Спонг получил вот такую серьезную травму. Все сделал правильно Гоха Насаки в этом поединке, ставил блоки, но ошибку совершил Тарин Спонг, нанес необдуманно жесткий удар и попал в щит. Так бывает. Сейчас мы увидим церемонию награждения, которая, конечно же, будет несколько... С грустным таким оттенком. Кстати, еще Александр Шлеменко говорил о том, что лоу-кик это плохой удар. Так же не любит лоу-кик и Мирка Краков. Да, нанести травму себе. Ну, болельщики рады. Местный боец побеждает. Победа есть победа. И становится чемпионом организации «Глория» в категории до 95 килограмм. Ну что же, дорогие друзья, на этом пока все. Вот такой смазанной несколько получилась концовка соревнований. Но при всем при этом турнир выдался на заглядение. Хорошие поединки, досрочные завершения. Новых вам боев, новых нокаутов. Надеюсь, до встречи в Денвере. Для вас сегодня работали Роман Мазуров и Эльдар Кинкерли. До новых встреч, друзья. Смотрите телеканал «Боец» и наслаждайтесь зрелищем спорта. Счастливо, пока.